Эта конференция – значимое мероприятие по экологическому просвещению. Она помогает школьникам развить основы знаний по экологии, сформировать будущие профессиональные ориентиры, а педагогам обменяться опытом работы, выявить одарённых детей и помочь им самореализоваться. У наших образовательных организаций ведётся, естественно, работа по экологическому направлению. Это приобщение детей к участию в проектной и исследовательской деятельности в экологическом направлении. Это обмен опытов педагогов в рамках работы по экологическому направлению. Большую лепту в экологическое образование вносит Смоленск АЭС. Специалисты-атомщики всегда рады встрече с детьми. Вот и в этот раз об обеспечении радиационной и экологической безопасности на Смоленск АЭС участникам конференции рассказал заместитель начальника ОРБ Сергей Барауля. На предприятии также организуются для школьников экскурсии, проводятся профильные уроки, олимпиады и конкурсы в школах, работает интерактивный зал. Поэтому количество участников экологической конференции с каждым годом растет. Впрочем, как и качество представленных на ней работ. В основном в этом году больше всего было представлено работ по исследовательской деятельности. Я хотела узнать, что такое радиация и как она влияет на окружающую среду. И теперь я могу с точностью сказать, что Смоленская атомная электростанция – самое экологически безопасное место в Смоленской области. Опытом организации экологической работы с учениками на конференции поделились с коллегами-педагоги учитель географии школы номер 2 Елена Макарова и учителя химии Елена Нестерова школа номер 3 и Наталья Павлюченко школа номер 2. В своих выступлениях каждая отмечала значимость воспитания у школьников экологического мировоззрения. Спасибо за внимание.